Утро 8 апреля 2022 года, 5 часов утра, ночь 7 на 8 апреля прошла спокойно. Поздно вечером 7 апреля была слышна краткосрочная канонада. Что произошло, я не знаю. Официальных данных пока никаких нет. День 7 апреля в городе был спокойный. Воздушной тревоги практически не было, можно сказать. Активность в городе, слава богу, начинает возвращаться. На дорогах появляется больше машин, на улицах больше людей. Начинают работать многие предприятия. И Одесса возвращается, слава богу, к трудовым будням. И люди имеют возможность работать, зарабатывать и кормить себя и свои семьи. Это очень радует, конечно. И это очень здорово, ребята. Скажу вам откровенно. Потому что вот я езжу в маршрутках на работу. И людей маршрутка становится больше. Люди с утра спешат на работу. Это очень здорово, знаете, ребята. Для того, чтобы чувствовать себя хорошо, оказывается, надо совсем немного. Мирное небо над головой и возможность работать. Вот такие ребята, без пафоса, говорю то, что есть. К сожалению, мирного неба над головой у нас пока нет. В стране идет война. Ребята, что хочу сказать. В Одессе обстановка спокойная вообще. Работают все магазины. Как продуктовые, как и пробтоварные, как и торговые сети. Работают привоз, слава богу. То есть выбор продуктов нормальный. С продуктами у нас вообще в Одессе хорошо. На заправках продается бензин. Очередей нету. Пробок нету на дорогах. Потому что как бы людей еще не так много. И автомобилисты, многие, конечно, находятся где-то в эвакуации. Переселенцами стали. Бегут от войны. Ну, я знаю, что большая часть одесситов, конечно, остались в городе. Верю, что у меня в стране, моей любимой Украине, будет все хорошо. Ребята, вы знаете, был свидетелем несколько раз таких вот вещей, когда в маршрутку садятся беженцы. Это видно по людям, к сожалению. И водители маршруток, их провозят бесплатно абсолютно. Бесплатно. Это очень здорово. Мало того, многие пассажиры пытаются им что-то помочь. Советами, материально, какими-то продуктами. Это так, ребята, радует. Вот пока мы можем в трудную минуту друг другу помогать. Отдавать последнее. Согревать друг другу словами, своим теплом, своим душевным расположением. Ребята, все у нас будет хорошо. Я в этом убежден. И я в это верю. Всем нашим друзьям, которых очень много во всем мире, которые нам помогают и словами, и делом, я передаю большой привет из Одессы. Всего вам самого доброго. Самого наилучшего. Берегите себя. Берегите друг друга. И даст Бог. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok